Здорово любители анальной пенетрации и мы с вами поговорим о недавно вышедшей игре которая мне очень понравилась и чтобы вы понимали откуда я ее взял в один из дней мне мой друг отправил видос вселенной с бесконечной войной страшными мехами размерами с дом и классным арт-дизайном но после полного вникания в суть мне ничего не зацепило то есть зачем мне играть в стрелку и слезть морхан стоп 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 это что корова на воздушном шаре игра была создана группой разрабов под названием веселая собака в которой находятся веселые люди которые сделали веселую игру для нее веселое будущее про реалистичное выживание постапоке доставки воды в условиях военных действий прямиком из горячих точек наши глубинки играя без намека если после этих слов условили спазм яичка да а я говорю именно про вас любители женских персонажей кошка девочек вас тут нежно схватят за попу и скажут что сломается игра в которой искусственный интеллект был слизан с культовой книги сунь вы не война и деньги игра которая не лечит ptsr а наоборот заставляет ее умолять выключить игра системы динамических сражений с киборгами квадруберами если вас это не заинтересовало тогда возможно не придется рассказать о мире forever winter на дворе двухтысячный год в котором человечество от безудержанного развития лайф сервисов искусственного интеллекта и других аспектов технологического прогресса довели землю до экологического коллапса мир поглотили гигантские заводы выжженные дотла города земля усеяны металлическим мусором от разрушенной техники окопы в которых не хочется оставаться по определенным причинам поля усеянными горами трупов аккуратно уложенные стопки и насаженные на колье все как завещал отцепишь военные базы вечно гнетущая атмосфера напоминающий индустриальный ад где на горизонте видны следы ядерных взрывов и постоянные военные действия разве это не прекрасное лето 2026 года 40 с лишним лет человечество проживает тяжелые время вечная зима все ключевые точки были выжжены ядерными ударами нарутера кир все также звук рей больше чем монтажеров пока человечество загибается от остатков русской картошки тем временем 3 сверхдержавы ведут бесконечные войны и не могут созвониться по дискорду по определенным причинам решить все свои проблемы ведь война буквально ведется вслепую доходя до того вам что никто даже не знаю что происходит горячих точках это как играть в покер но вы слепой и вам говорят на ухо какая у вас рука задержкой в месяц а то и больше и тут вы задаетесь вопросом то что за гиганты виноваты этом а я вам скажу чернокожие братья захватили россию и развились благодаря захваченным биотехнологиям евразии они были изучены и пущены в оборот держава крайне сильная и на вооружение держит танки т-90 которые набрасываются как дикие пантеры на врага этим же нанося психологический урон себе своим союзникам страшно и конечно же многорукие биомеханические монстры и мехи созданные на базе процессоров эльбрус европа это военная правительственная сверхдержава которая не смогла позаботиться о своих гражданах и превратилась в аналог нашей индии но с технологиями включает себя северную и часть южной америки а также забудную европу имеет сильную по разнообразию армию состоящую из солдат танков маркова системы запугивания врага путем очеловечивания машины автоботами и крохами экза евразия сверхдержава закрывающую эту тройку контролирует восточную и центральную азию держава находясь своей ложной утопии с огромными женщинами и полной кибернетизации преимущественно и численность это киборги убийство которых понижает кредит нации но как вы уже предположили если те кто не захотят быть в столь чудесных рядах войск мусорщики те кто суждены обитать буквально поп как попки в местном конфликте наемники полевые контркультурщики чего как узи лакомкин и другая подобная тварь из политических сообществ в погоне заработать себе на жизнь питаясь остатками алкоголя с убитых киборгов и дерьмом ведь все мы знаем как тяжело быть киборгом а дерьмо это пища которая не сгниет и с годами становится только вкуснее играть мы будем за великих людей которые не хотят выживать а хотят сколотить состояние на добычу алкоголя который постоянно воруют у наших друзей бомжей с рублевки и чтобы вы знали это делает один и тот же офицер европы и почему-то крово не пиво нам будут доступны пять персонажей мужик маски мужик без маски шаман худой мужик и дед а также шахана сто который еще недоступна у каждого персонажа имеется свои умения специализация и кредитная немощность кто-то быстро бегает у кого-то огромные карманы а кто-то выше 150 сантиметров нужно пригибаться чтобы не вдуплиться в косяк головой и в проход не влезаю поэтому можете выбрать по собственному вкусу но я вам рекомендую поиграть на шамане если вы конечно русский а в нашем уютном гнездышке именуемым внутренностями которым укрылись от войны такие же как мы уют столь комфортном месте вас может порадовать врач араб кофемашина и ибрагим спонсирующий донор крови вы полюбите это место так как вы будете тут снаряжаться и собираться в боевые группы а также плакать от рейда которого страхнула собака все необходимое можно будет купить у вендоров которые любезно вам продадут фломастеры и бесплатные пули которые по ощущениям набиты порохом и пылью а если у вас хорошие отношения с продавцом ваша встреча сопровождается приятными звуками вам будет доступен больше ассортимент а также ваш ящик для хабара в котором можно как ни парадоксально хранить ваше найденное говно место где вы будете качать свой левел именуемый престижем и скиллы специализации выбор локации для вылазки место для принятия квестов от сверхдержав и других скалов и очень хитро спрятанная кнопка запуска на миссию о которой никто не говорил в обучении она находится вот тут так что жмакать здесь и не отходя от кассы я расскажу о оружии пушки есть на любой вкус и цвет они стреляют вот так что я думаю вы найдете что вам ближе собственно когда вы все-таки своеизволите выйти в рейд тут начинаются настоящие ужасы войны а именно тонны вопросов что тут делать почему это так похоже на новый жилой микрорайон что значит извлечение извлечение кого почему драйвера ругаются с рабочим столом что и ответ не заставит себе ждать вы умираете и умирать вы будете довольно часто пока до вас не дойдет что игра это не спинномозговый шутер а тактическая стелс бродилка ходилка с элементами новеллы и да вы конечно можете устроить тут мясо с уничтожением всех и вся но какой в этом толк ведь как говорил сунь цзы так что тактику здесь запомнить довольно просто играть несу я в нос перепалки бегать под шумок не воевать без лишних причин несать штаны при виде огромного меха а другой аспект вашего рейда мародерство да именно этим вы будете заниматься все это время в этой игре собирая пожитки с убитых солдат обкрадывая любой контейнер с необходимыми расходниками чипсами русская картошка вот делится всего на три типа это мелкий лут большой и оружие которое падает солдат все это вам нужно будет носить у себя в риге рик это неотъемлемая часть вас без него условно черепашка без панциря как салент-хилл без бормашины можно даже защититься от пули в жопе а когда вы уже адаптировались сделали свой первый квест сходив на первый рейд перед вами будет стоять два стула плюс 2 или минус 2 вы захотите спокойно усложить весь ваш лут и отдохнуть повайбить семьей выглядеть собаку и как только вы вернетесь еще раз окунуться в эту игру но тут вас схватят за яйца и говорят деньги лень все мусорщики имущество и ваш опыт повертили носом и ушли в освояси из-за того что в кофе машину нужно изредка доливать воды а без кофе чувака и бендосом будет очень неудобно находиться в этой суровой обстановке вы поймете что вы пришли куда надо как бы то ни было после пары часов игры и выполнения квестов по выполнению которых у вас будут появляться новые полезные вендоры простота улучшится кредитка увеличится в объеме а кофемашина наполнится водой и все будут счастливы и подводя итог по геймплею я добавлю что мне очень понравилось игра дарит очень приятный опыт бомжа с птср есть и оружие которое чувствуется приятно увлекательные свисты пляски с войсками с искусственным интеллектом и конечно интересные локации которые можно излазить вдоль и поперек под шквалом пуль но как у помрачительно красиво это все не было это все неважно если игра играются плохо графоне на низких настройках хорош нечего сказать настолько что откинул меня в прошлое где ми-14 а на дворе 2014 год где играю в сру 3 на моем сратом пока ирбис с видюхой от md 7570 как вы поняли оптимизация пахнет встречи с мылом жопе так как игра еще находится в стадии открытого початка можно понять и как бы вас этого не отпугивало это стоит своих свеч по крайней мере игра склепана не на юните а на прогрессивном ультрамодном анриеле в котором вроде как будет апдейт который подтянет оптимизацию форевер винтер это действительно уникальная игра которой вы не рады игра еще совсем сырая скину бегать может пушка сидишь а не так я встаю не могу бегать блять я застряла пиздец какой я говорю вот я бесит что у меня все я бегать не могу хотя типа перегруза нет пиздец отвратительно не просто просто бегу и фрейм проходит отлагивает я просто урон получаю оптимизация все так же насилует мою систему несмотря на фиксы графон на минимальных настройках выглядит не хуже чем на высоких потому что высокие настройки просто превращает мои пока в тыкву я не понимаю у меня не было состоит ничего не подгружается до сих пор что кто я кстати как и свойственно таким крупным играм с ранним доступом нужно еще как минимум год или два пока доведут готовый билд которым будет приятно играть а также я могу вас порадовать что в этой игре нет обязательной подписки на psn или какой-то либо другой молодежной пропаганды я все же советую вам в нее поиграть попробовать и поддержать разраба в хорошем проекте а всем тем кто портит статистику в отзывах жалуясь на ранний доступ желаю вам удачно вернуть свои деньги и пойти играть уже в готовые игры а я же ставлю игре 83 целые стадии алкоглизма киборгов с птср из 10 и помните а я бычок подниму горький дым затяну покурю и полезу домой не жалейте меня я прекрасно живу только кушать охота порой а